Мой народ зовет надежды компанию изготовленных собственноручно кукол оберегов или оберегов, как говорят в Чикое. Самыми охранными считаются куклы, сделанные без иглы и ниток. Чтобы оберег был сильным, нужно делать куклу в хорошем расположении духа. А без лица, потому что они не обереги. Обереги они как бы снимают с глаз, снимают самые негативные, как сказать, эмоции у людей, которые приходят с нехорошими мыслями. И она считается, как бы защищает семью. Вот это вот мамушка. Те у меня как бы травницы. Вот эти девочки мои любимые. Вот это вообще моя любимица. Почему травница? Ну, потому что здесь богородская трава. Но главное дело мастерицы, конечно, семейские наряды, шитые по старинной технологии. На весь костюм с сарафаном нужно около трех метров ткани или товару. Нижняя рубаха или станушка, объемный сарафан, тканый пояс и запан. Специальный фартук. Вот это все мои вот наряды. Вот этот материал мне очень нравится. Он смотрится эффектно. Ну, вот качество, конечно, проигрывает. Ткани у семейских имели в основном растительные названия. Мурово-зеленый, гречишный, ореховый, мышачий, то есть серый. Бруснишный, коричливый, то есть светло-коричневый. Но теперь ткани все больше китайские. Даром, что цвета яркие. Но китайские ткани применяли и сто лет назад. Шелка, бурс, канфу, чесучу везли в Забайкалье уже тогда. И в 21 веке семейские наряды в Чикое носят и молодые, и старые. Была первая семейская круговая. Я, значит, это смотрела. Там девчонки хи-хи, ха-ха, значит, это. И в этих сарафанчиках-то бегают. А так красиво. Детям новый комплект одежды шили ежегодно к Пасхе. Похожую одежду носили семейские на все территории расселения, от Байкала до Амура. И сейчас в Чикое такой костюм есть почти у каждой женщины. Костюм функциональный, давно-давно продуманный для жизни, для веселья, для всего. Не в праздник редко кто ходит в таком костюме. Но у всех есть. У всех есть. Потому что у нас несколько фольклорных групп, которые часто собираются, поют. И этот костюм нужен им для выступлений. Кукарик налбит душет посреди болота, но камаша по пляжи, поглядеть охота. Ирина Трофимова, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.